Я прочитал роман «Белые ночи» Достоевского, потому что мне понравились положительные комментарии в интернете, из-за которого я сразу же сел читать. После прочтения книги я понял, что мечтательность и воображение — это такие хорошие аспекты человека, что они могут как-то помешать человеку в жизни, и вообще они могут разрушить ему жизнь. В названии «Белые ночи» роман берется из-за того, что действия происходят в Петербурге во время «Белых ночей», где нам описывают картину, как встретились две одинокие личности, которые познакомились совершенно случайно. Главный герой — мечтательный человек, он вообразил свой мир таким, каким он его хотел, и создал идеал девушки для себя, которую он хотел тоже встретить. Но когда он встретил Настенька, то он понял, что реальный мир — это не его мир, который он создал. Она была не такая, как он её представлял себе. Столкнувшись с настоящей жизнью, когда «Белые ночи» заканчиваются и наступает утро, он видит всё серым и мрачным. Он не видит своего мира, который он создал, он видит только то, что было в реальной жизни. Сейчас я прочитаю любимый отрывок из этой книги. «Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперёд меня, на улице глядит на меня, во все окна и чуть не говорит. Здравствуйте, как ваше здоровье? И я, слава богу, здоров. А ко мне в мае месяце этаж прибавят. Или, или, как ваше здоровье? А меня завтра в починку. Или, я чуть не сгорел, и при том испугался. И так далее. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться от алетового архитектора. Нарочно буду сходить туда каждый день, чтобы не залечить как-нибудь «Сохрани его, господи». Но никогда не забуду историю с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой милый каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что моё сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и так посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик. А меня красят в жёлтую краску! Злодеи! Варвары! Они не пощадили ничего, ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разозлилась желчь по этому случаю. Я ещё до сих пор не в силах было повидаться с изуродованным моим педняком, которого раскрасили под свет Поднебесной империи. Продолжение следует...